На протяжении бесчисленных поколений, после войны, таурены бродили по равнинам степей, охотясь на могучих кода и в поисках мудрости их вечной богини, матери земли. Их палаточные города были разбросаны по округе и менялись в зависимости от погоды и сезона. Единственное, что объединяло кочующие племена – ненависть к общему врагу – мародерам кентавров. Оказавшись на грани вымирания, вождь Скерн Кровавая Копыта отчаянно искал помощи и обратился к странным зеленокожим воинам из-за моря. Вождь, ты многое повидал на своем пути, участвовал во многих сражениях. Расскажи о наших союзниках, могучих тауренах. Я хочу побольше о них узнать. Когда мы впервые встретили тауренов, помню сильный голос и спокойное лицо Керна Кровавого Копыта. Помню, как сидели в легкой палатке, курили трубки, разделили еду и питье, чувствовали, как дробь барабанов отзывается в наших костях. И говорили, говорили. Сперва таурены выглядели просто зверями, но оказались мудрыми и веселыми. И когда первый круг переговоров завершился, я уже знал, мы нашли в этих могучих существах редких и надежных союзников. Я подумал о просьбе тауренов помочь им в борьбе с коварными, злобными кентаврами. Помочь им в их войне было хорошее, доброе дело. И я очень рад, что таурены теперь часть Орды. Естественно, когда мы только начинали играть в WoW за тауренов, мы думали, что они самая высокая раса. Однако, полазив в файлах игры, я нашел один мануал. Он, правда, на английском языке. В нем есть рост всех рас в классическом WoW в Варкрафте. Согласно мануалу, таурены не самая высокая раса. Итак, рост таурены превышает 2 метра, а вес варьируется от 180 до 300 килограмм. Играя в третий Варкрафт, я был искренне уверен, что таурены — это кабаны. И вождя Минотавра я называл громким именем Свин. Попозже мы поняли, что таурены — это все-таки быки. У них есть рога и копыта, как у коров. Следующая мысль после изучения этих рогатых существ, я подумал. Раз таурены — это коровы, они должны быть травоядными. Пекут свои булки и пирожки, кушают травку и живут себе, живут сладкий хлеб жуют. Затем, путешествуя по ворту Варкрафту, я наткнулся на интересные вещи. У тауренов имеются мельницы. Они продают муку, да и вообще выглядят миролюбиво. Однако есть одна забытая традиция в мире Варкрафт. И редко кто чтит эту традицию. Это читать квесты. И в первом же квесте в Молгоре на стартовой точке мы читаем «Добыча мяса и перьев для племени — это первый шаг к тому, чтобы заслужить уважение нашего вождя». Таурены-охотники. Зачем охотиться? Чтобы добывать еду. Убивать зверушек для еды. Вот и все. Все мифы о том, что таурены только травоядны и развеяны. Однако давайте вернемся немного в прошлое. Во времена третьего Варкрафта. В третьем Варике тоже есть старая добрая традиция — кликать на юнитов, дабы услышать прикольные фразы. Типа вот этой. Помогите! На меня давят! Так вот, если покликать на одного из тауренов, но из-за неграмотной локализации их перевели как минотавры, мы слышим фразу. Не надо путать крупный рогатый скот с минотаврами. Все очень просто. Тауреном быть здорово, охотиться, постигать тонкости шаманизма и узнавать тайны друидизма. И напоследок, вот вам немного пищи для размышлений. Названия расы и внешний вид тауренов основаны на минотаврах из греческой мифологии. Минотавры — это наполовину люди, наполовину быки. На древнегреческом «таурус» означает «бык». Культура тауренов основана на конгломерации коренных племен Америки с юго-запада, с северо-запада и великих равнин США и Канады. Слово «таурен» — анаграмма. Анаграмма — это слово или словосочетание, образованное путем перестановки букв, составляющее другое слово. Правда, неизвестно, было ли это сделано намеренно. В бета-версии у тауренов не было верховых животных. Вместо этого у них была расовая способность «бег по равнинам» для быстрого передвижения на дальние расстояния. Итак, друзья, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. С вами был канал Углук. Делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч! Берегите себя! Лакторагар!